В коммунальный шок повергла нашу съемочную группу квартира в доме на улице Советской в Екатеринбурге. Жители этого дома сами позвонили в редакцию событий с просьбой о помощи. Призрак бывшей соседки заставил жильцов многоэтажки обитать на помойке. Все удовольствия, что называется в кавычках, тараканы, запахи бродячей животной включены. Ксения Момот решила разобраться, что делать, когда в доме появилась такая нехорошая квартира. Екатеринбург в коммунальном шоке. Эту квартиру на улице Советской можно найти по запаху. Дух близлежащих помоек ощущается уже при входе в подъезд. Своё богатство хозяйка этой трёхкомнатной квартиры собирала годами, приносила со всех окрестных свалок. Горы мусора в обычной трёшке выросли до потолка и даже проломили окна. Плюс ещё здесь есть очень много мух и прочей всякой гадости, тараканов и прочее, неизвестно чего. Кроме мусора пенсионерка подбирала ещё и кошек. В какой-то момент их количество достигло полусотни. В 2009-м соседи обратились в суд. Тогда мусор из квартиры вывезли, а стаю кошек отловили. Но уже на следующий день здесь появились новые. Равно как и груда хлама. Жители пытались бороться с неопрятной соседкой. На входе в подъезд отбирали сумки с мусором. На улице отобрал у ней кошель здоровой. Так она такой вой-то подняла и в милицию, и всё. Но думаю, с дурой ещё и связываться. Раза два я у ней отбирал, а потом она стала как увидеть, здесь вот женщины сидят. Ну и особенно если я здесь и жил, она уходит где-то прячет и ждёт, когда мы уйдём с улицы. И потом всё-таки затаскивает. К сожалению, случай этот далеко не единичный. Учёные пришли к выводу, что синдром Плюшкина или синдром Месси – от английского слова «месси» – беспорядочный, грязный, является серьёзным психическим расстройством. Всё может начаться с немытой посуды на кухне, а закончится захламлением всего жилища мусором. Причём собиратели могут коллекционировать что угодно – от вещей до животных. Что ж, барин господин Плюшкин, у себя что ли? Здесь, здесь хозяин. Где же? Здесь хозяин-то я. Кто здесь? Что вы хотите? Кто вас позвал? Патологическое собирательство является психологическим расстройством. Как правило, такое состояние со временем перерастает в манию, что уже, несомненно, требует медицинского вмешательства. Часто возникает на фоне потери близких. Возможно, смерть мужа подтолкнула хозяйку квартиры на Советской начать заниматься собирательством. Таких людей признать недееспособными и отправить на принудительное лечение можно только через суд. Хотя растерявшие своё психическое здоровье собиратели без боя не сдаются. К примеру, в Красном селе под Санкт-Петербургом приставы пытались изъять собак у женщины-собирательницы. Сначала она забаррикадировалась в квартире, а когда приставы попытались скрыть дверь, облила их раствором кислоты. Выселить соседа-барахольщика удалось только жителям Перми с помощью городской администрации. В случае с квартирой на Советской тоже может помочь местная администрация, заявляют в прокуратуре. Если наниматель жилого помещения нарушает условия проживания, либо нарушают законные права и интересы соседей, либо именно граждан, проживающих в данном жилом доме, собственник вправе в судебном порядке обратиться с заявлением в суд о расторжении договора социального найма и дальнейшем выселении. Чаще всего истории Плюшкиной заканчиваются трагически. Нередко таким людям уже не хватает места в собственной квартире из-за собранного ими же мусора. Вы их тут охраняете, что ли? Ну, конечно же. Она меня попросила посмотреть на землю. Вот я ее смотрю. Или они оказываются погребенными заживо в своих богатствах. Под Новый год хозяйка нехорошей квартиры на Советской в Екатеринбурге скончалась. После смерти собирательницы с улицы Советской коммунальная угроза не исчезла. Привести эту квартиру в порядок некому. Жилье находится в муниципальной собственности. Прописаны в нем еще двое. Сын и дочь, по данным районных властей, находятся в психиатрической клинике. Находиться в подъезде без маски практически невозможно. Из-за двери идет жуткий запах гнили. И валерьянки лекарством активисты пытались приманить кошек, которые до сих пор прячутся где-то в квартире. А пробраться внутрь практически невозможно. Когда хозяйка квартиры затопила соседей снизу, они были вынуждены прибегнуть к помощи бомжей. Только они смогли проложить путь к стыку. Теперь жильцам придется столкнуться еще и с юридическими хлопотами. В администрации Кировского района говорят, что выселять неряшливых жильцов не вправе. Долгов за коммунальные услуги у них нет. А вот горы мусора чиновники предпочитают оставить управляющей компании. Управляющая компания сегодня буквально отнесла письмо в РОВД с просьбой помочь опечатать двери этой квартиры для того, чтобы ограничить доступ посторонних лиц в эту квартиру. Администрация региона попросила управляющую компанию по возможности помогла избавиться от того мусора, который туда принесен. Свидетельства о смерти соседки тоже до сих пор никто не получил. Соседям предстоит собрать множество справок, чтобы снова обратиться в суд. И, наконец-то, решить вопрос о генеральной уборке в нехорошей квартире. Ксения Момот, Сергей Чайков и Радик Аскаров. События. Итоги недели.